Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В отношениях с молодым человеком я постоянно периодически хочу с ним расстаться. Совершенно очевидно, что желая расставаться, вы в какой-то степени, да, идете об чего-то. То есть, вам что-то не нравится, выходите от чего-то держаться подальше. Вот, надо взорваться, но это нужно выделить. Вы это делаете дальше, но то, что вот сейчас нужно понять, это то, что акцентирование внимания на том, что вам не нравится, например, не мешает последующему изменению вашего восприятия в сторону того, что нужно поддерживать, нужно идти навстречу и прочее, 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 да. вот. Но вы не принимаете человека на данный момент таким, как он есть. Вы не принимаете его определенных выборов, определенных моделей поведения, определенных решений и так далее. Вы этого не принимаете. И пока вы этого не принимаете, да, ваши отношения не могут быть здоровыми. Другой вопрос, с чем связано, то, что вы это не принимаете. Дальше. Он, в свою очередь, не хочет терять отношения со мной, и так по кругу. Смотрите. А с учетом того, что в своем детстве вы не чувствовали близости, как вы пишете с папой или родителями, то вы выбираете такого мужчину сейчас, который скорее в вас нуждается, нуждается, который, ну, будет таким, что не бросит вас, не отвернется. А для этого, потому что не чувствуя близости с папой, если вы обесценивали себя, вам нужно обесценить мужчину. И, обесценивая его, вы выбираете человека заведомо, по вашим меркам, ниже, хуже себя. Да, вы это объясняете, ну, можете объяснить тем, что вот, я думал, он будет развиваться, вот, я думал, там, и что он будет становиться лучше и прочее, это объяснение. Объяснение. Но, по факту, вы выбрали своего вот мужчину, потому что вы уверены, что он от вас никуда не денется, он от вас не уйдет. Если бы мужчина был другим, был бы более, опять же, по вашим меркам, как это сказать, подходящий, вы бы с ним в отношениях не были. мужчина. Потому что вынести то, что человек может уйти, а если бы он был равен вам или лучше, по вашим меркам, а скорее всего, был бы лучше, вы бы все время находились в страхе, что он уйдет. Дальше. То, что мужчина не хочет терять отношения с вами, именно в отношениях. На мой взгляд, говорит о том, что, ну, ваша коммуникация с ним действительно несколько ограничена. Так вот. Ну, так скажем. Действительно. То есть вы взаимодействуете с ним действительно больше, ну, наверное, как мужчина и женщина, нежели чем, да, как личности и так далее. Безусловно, вы объясняете этот факт, безусловно, вы говорите, что, ну, вот, это возможно, потому что, вот, он не развивается, да, ничем не интересуется и так далее. Вот. А что же вы в нем, получается, тогда нашли, да, то есть, вы говорите о том, что вам не нравится, а что вам вот в нем нравится. И очевидно, что раз, ну, вы сами говорите, что, там, не уважаете его, как мужчина, да, то, соответственно, наверное, вам и делать для него ничего, особенно, не хочется. А если вам не хочется для него ничего делать, значит, то, что вас к нему привязывает, это определенные потребности ваши. Вот. Вопрос заключается в том, что это за потребности. Дальше. «Он прекрасный человек», но меня не устраивает, что он, как мне кажется, не особо, не особо ответственный. А что вы вкладываете в слово «прекрасный человек», понимаете? Понимаете? То есть, знаете, это как вот выглядит, как будто вы как-то вот интеллектуально, да? Понимаете? Или поняли, что человек прекрасный, прекрасный. Ну, а чувства-то какие он у вас вызывает? Ведь чувства любви, страсти, восхищения, нежности может вызывать не обязательно прекрасный человек. То есть, прекрасность человека не коррелирует с чувствами, да? Далее. Вы пишите. «Он не особо ответственный». В общем, в психологии я здесь прошу меня простить. Дело в том, что, конечно, вам будет тяжело от ответов, потому что каждый психолог со своей стороны, да, смотрит на проблему и, соответственно, с точки зрения своей базовой школы, скажем так, психотерапии смотрит на то, что происходит у клиента. И из-за этого, конечно, один психолог говорит свои там какие-то, да, термины, свои какие-то моменты, другие, другой психолог говорит другие. Поэтому у вас может быть каша в голове, безусловно. Но тем не менее, тем не менее, я надеюсь, что вы хотя бы, ну, не будете сразу все, да, вот все ответы читать, мой ответ слушать, вот, может быть, еще там кто-то запишет вам ответ и его тоже слушать. И вот надеюсь, сразу не будете, потому что каша в голове у вас будет сильно-сильно. Так вот. Есть в психологии такое понятие, как перенос-перенос. Так вот, говоря о переносе, да, называя человека не особо ответственным, вы таким образом характеризуете себя. На самом деле очень мало ответственности в том, чтобы требовать и претендовать на ответственность другого человека. А внешне серьезный и ответственный человек, который требует у другого человека быть таким же ответственным, на самом деле является безответственным. потому что очевидно, что такой человек испытывает какую-то тревогу, некую неудовлетворенность в, может быть, безопасности, стабильности, определенности. Вот. И он переносит эту историю на другого человека. Это, в общем-то, перенос своих желаний и потребностей на другого, что является безответственностью. Это раз. Второе. Это является хорошей средой для зависимости, потому что, если у вас есть надежда на то, что человек изменится, а такая надежда, на мой взгляд, присутствует, вот у вас, то это, соответственно, может очень сильно привязывать. И таким образом появляется зависимость. Если честно, мне кажется, что у вас именно зависимые отношения. То есть вы зависимы от этого человека, при том, что, ну, вроде как, вам он не нравится. А зависимость проявляется в том, что вы, как бы, обесцениваете то, что вам не нравится. То есть вы, условно говоря, считаете себя недостойной отвергать. Считаете себя недостойной на отказ от чего-то. Да? Вот. Дальше. Живет от зарплаты до зарплаты. В свои 36 лет живет с мамой. Никогда не желает ей. Но, опять же, вы же выбрали этого человека. Первое. То есть, как получилось, что вы его выбрали. Вот. То есть, вы не выбрали его, получается. А вы выбрали некую заготовку. Ожидаясь, что из этой заготовки, благодаря вам, да, что-то получится. Вот. Ну, это так не работает. Очевидно, что мужчина все устраивает. Да? А вот не устраивает вас. Дальше. Почему человек должен менять что-то, если его все устраивает? Это же вам не нравится то, как он живет. Ну, вам еще что-то делать. Почему он-то должен меняться? И здесь снова идея о переносе. Почему? Значит, дело в том, что вот вы говорите, что ты должен меняться. Вы говорите про него. На самом деле, скорее всего, вы хотите меняться сами. Вы чувствуете эту, очевидно, необходимость. Но меняться боитесь. Вот. Вот. Потому что это изменение. И вот требуется вот человек. Вот. Подумайте об этом. Дальше. Работа его, как он там говорил, ему не нравится, но он там работает уже восемь лет и ничего не меняет. Опять же. Это его выбор. При чем здесь вообще он? Ну, при чем здесь он? Если есть вы. Такое ощущение, да, что вы неуверенно стоите на ногах. И пытаетесь опереться на человека. Другого. В принципе. В принципе. В принципе. В принципе. А опереться на другого человека можно. Ну. Конечно. Конечно. Наверное. Как-то ситуативно. Да. Не постоянно. Вот. Но можно. Это сделать. Но. Вы. Как. Действуете. Вы не просто хотите опереться, получается, на человека. Вы хотите опереться на человека, который заведомо хуже вас. Ну, мы же помним, да, что вы выбрали такого человека, который вас, ну, точно не бросит. Да. Который, вот, будет с вами. Который смотрит на вас как-то, ну, значит, снизу вверх, да. Вот. Вы выбрали такого человека. И вы на него пытаетесь опереться. В этой ситуации, что интересно, то, что, мне кажется, вы делаете с ним то же самое, что и с собой. Вы хотели бы, может быть, на себя опереться. Ну, вы себя обесцениваете. Дальше. Ничем не интересуется и не развивается. Ну, хорошо. О чем вы тогда разговариваете, если это так, как вы сошлись с ним, если это так? Как? Что вас объединяет? Что вас связывает? Максимум, куда мы ходим, это, значит, ну, точки быстрого питания и прогулки на природе. Ну, хорошо. Опять же. Предположим, что вас это все не устраивает. А легко могу это понять. Вопрос остается тем же, если вас это не устраивает, как же вы, вот, с человеком-то, значит, сошлись, ну, когда вступили в контакт и так далее. Вот. Каким образом это произошло? Если он такой вот, как вы говорите, да, не, ну, ничем, ничем не интересующийся и так далее. Вот. Понимаете? Дальше. Мы много раз это обсуждали, так вот никаких изменений. Вы не занимаете родительскую позицию, пытаясь себя защитить. Таким образом стремясь к безопасности, на мой взгляд, да, стабильности, но это путь тупиковый. Напротив, это еще больше отношения как разрушает, конечно. Мне кажется, по этой причине я не уважаю его как мужчину, не чувствую себя женщиной рядом с ним. Я не очень понимаю, что он значит уважать как мужчину. Мужина, он и есть мужчина. Вы можете принимать его, может, нет, но что он значит уважать как мужчину, не очень, не очень мне понятно. Чувствовать себя женщиной вам нужно просто и в принципе, а не рядом с кем-то. Это, извините, зависело. Полагаю, по этой причине я часто в моменты ссоры говорю о расставе одним своими силами, пытаются меня убедить не расставаться. Нет, вы таким образом подтверждаете свою ценность и значимость. Вы говорите о расставании, чтобы вас возвращали, доказывая вам, что вы важны. Когда эта потребность удовлетворяется, появляется другая, но она напекается на барьер и вы начинаете думать о расставании. И так по кругу. С одной стороны, я это ценю. Для меня это показатель того, что меня ценят. Вот видите, видите. А вы не думали о том, что он возвращает вас по какой-то своей причине, а не потому, что он вас ценит? Понимаете, ценность человека, вот ценность, она заключается в том, что я осознаю, чувствую твою ценность. Но это не означает, что я буду тебя возвращать. Ведь если я тебя ценю, я тебя уважаю, а если я уважаю, я принимаю твой выбор. Это ценность. А вы для него важны. Важность означает, что вы ему нужны. А нужность это пропотребности. Понимаете? Понимаете? А вы свою заниженную самооценку компенсируете вот таким образом. Дальше. С другой стороны показатель его слабости. Эконом пытается меня удержать. Мне будет еще больше хочется уйти. Борются разные ценности ваши. Вот. Борются ваши собственные ценности. С ценностями, которые определяются в ходе реализации потребностей. Вот. И, конечно, вторые являются не совсем истинными. Истинными. Так. Иногда у него получается убедить меня. Это не у него получается. Тут вы снова перекладываете ответственность. Это вы позволяете себе убедиться. Да. Вот. Иногда ему нарядают. Он так говорит. Оставь меня. Напиши больше. В такие моменты мне хочется его вернуть. И я начинаю его возвращать. Страх остался одной. Желание вернуть ощущение своей ценности. Вот. Здесь надо сказать, что если вы не чувствовали близости с папой или родителями и или родителями, то история заключается в том, что вы в какой-то момент начали сравнивать отношения свои и отношения других детей. В этом смысле, значит, вы не привыкли доверять себе, а привыкли смотреть на других. И отсюда вот вся эта история. Не доверие к самой себе у вас. Дальше. Потому что начинаю думать о том, какой он хороший человек. становится жалко, что я ему причинила боль. Дескать, зачем я так с ним? Ведь он меня так любит и ценит. Опять же, что значит хороший человек? Что ли такое? Не понятно. Жалость. Это завуалированное отвращение. Вот. Ну а то, что он вас любит и ценит, может быть. Вопрос то в том, любите ли вы его. Он всегда возвращается. И это та стабильность, которая вам нужна. Только она долго обходится вам. Когда он возвращается, я буду снова перестаю его ценить. И все начинается снова. Ну все верно. Я об этом уже говорил. Вот. Значит. Что одна потребность закрывается, появляется другая. А другую потребность вы не можете реализовать. На сегодняшний день мы в очередной раз расстались по переписке. На сегодняшний день я писал, что нам нужно быть вместе. У меня это вызвало отторжение. И я написал, что мне все надоело. Уже никаких нет чувств. Он, во-первых, попросил больше меня писать. У меня слова снова под спортом мелькают мысли о том, что все-таки нужно ценить друг друга, уметь поддерживать, прощать и отворачиваться друг от друга в трудные времена. А я, получается, отвернулся. И что ты потерял? Что же вы потеряли? Вот что это за потеря? Понимаете? Все так. Все верно. По поводу поддержки. Все так вот. Только если нет чувства потери. И снова немного сожалею. Хочется написать вопрос прощения. А за что? Но боюсь, что все будет повторяться. Потому что сценарий будет. Такие отношения не здоровы? Нет. Что с вами не так? Сказал. Что делать? Идти на психотерапию. Буду благодарна за ваш ответ. Ну, в принципе, ответ я вам дал уже. Надеюсь, что более чем понятный. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Всего самого доброго. Удачи. Надеюсь на cursан Удачи! Мы видим, что наверное. Удачи! 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 Удачи!